Здравствуйте! У нас с вами не то, чтобы война, но что-то совсем похожее на нее. Как на любой войне воздух пропитан слухами и мнениями, тем важнее интересен личный опыт тех, кто все это видел. Вот человек привез в район боевых действий, в Херсон, гуманитарную помощь и вернулся со своими впечатлениями. Не о боях, о них есть кому рассказать и без него и без нас с вами. Он о том, что делается на земле, которую уже прошли российские войска. Хотелось бы сказать освободили, да и выходит. Полный текст в ссылке, а я зачту его с небольшими сокращениями. Люди ко всему приспосабливаются. Город жив, люди ходят, машины ездят, в магазинах есть езда, бензин продают частники, посевная идет. Коммунальные службы работают, хотя большинство местных чиновников свалили до прихода войск России. В самом Херсоне боев нет, но регулярно слышны прилеты по окрестностям. Все в украинских флагах. Российский на весь город ровно один. Гражданской администрации как таковой нет. Российские ведомства действуют не согласованно. Ни у кого нет четких инструкций. ФСБ не знает про армию, армия про ФСБ. Даже военные не согласованы. В самой армии бардак ужасный. Командиры переговариваются через украинские симки. Решение спонтанное. Логистика на жирную тройку с минусом. Все держится на младших офицерах на местах. После общения с местными четко понимаешь, что идущая сейчас война гражданская. При этом выбор стороны чисто политический и даже от языка уже не зависит. Войну за умы Россия проигрывает. Потому что нифига не понятно, останется Россия или уйдет. Местные пророссийские сидят тихо. Телек оставили украинский. Как следствие настроение в обществе доминирует за украинские. Судя по разговорам, 30% за Россию, 50% за Украину, а 20% все пофигу. В селах отношение к русским хуже, чем в городе. Пророссийские люди очень тихие. Их меньшинство. Нет уверенности в будущем. Зато есть страх и чувство неопределенности. Гарантии Россия никому не дает. Многих активистов выдавили еще после 2014 года. И если Россия в итоге уйдет, всех, кто проявил нелояльность, даже если развозил гуманитарную помощь, убьют. Как минимум их нужно эвакуировать. Всех, как максимум, не уходить. Несмотря на заукраинские настроения, местные в основном едут в Россию. Но не все уезжают. Большинство просто едут за бензином, за едой, лекарствами. После чего возвращаются. Очередь на границе на 24-48 часов. Проукраинская часть населения активная и крикливая. И не только потому, что меньше боится последствий. Она более мотивированная. Украина дает этим людям понятный образ будущего. Вступим в Евросоюз. Дадут денег. Будет высокий уровень жизни. Нас будут уважать и любить весь Запад. Мир к нам дружелюбен и открыт. И даже не важно, насколько это осуществимо. Важен сам образ. Есть за что бороться. И военным, и гражданским. Какое будущее предлагает Россия? Даже если останемся, но это не точно. Но будем как раньше праздновать 9 мая. Кажется, в 2022 году этого мало. Украинский образ будущего хотя бы понятный. Чем бы не закончилась военная часть, культурно-политическую мы проигрываем. Говорят, что над мягкой силой в высоких кабинетах посмеивались. Вот эта война покажет, насколько она была важна. И от того, сумеет ли Россия создать привлекательный образ будущего, объяснить, зачем все это было, зависит очень многое. И не только создать картинку, но и провести реальные внутренние изменения. Без них никакая картинка работать не будет. На территории России идет та же гражданская война, только холодная. Предмет этой войны – сохраним реальный суверенитет или станем зависимы от Запада. Окончательно прогнемся. Если не будет образа будущего и перемен, эту войну за умы можно проиграть и в России. Не прямо сейчас. Пока идут бои, люди сплочены. Бражение начнется позже, когда все закончится. Одной цензурой и репрессиями в этой борьбе не победить. Три главных бича этой войны. Нет толкового начальства, нет логистики и нет внятного ответа на вопрос «Зачем?». Там, в первоисточнике, дискутирующие высказывают мнение, что вот это субъективное мнение. А все мнения субъективные. Объективное сложится потом, из суммы этих субъективных. Но это мнение человека, который кожей ощутил дыхание войны. Имеет право высказаться. Это мой дед, Михаил Петрович. В Великую войну младший политрук. В Сталинграде его в атаке в составе десанта сбило с танковой брони. Сколько жил после войны, столько и ходил ночью в атаку. За родину и за Сталина. Будил бабушку Лиду. Сталина, конечно, он в глаза никогда не видел. Но кричал он по ночам, как вы понимаете, без всякого нажима со стороны властей или НКВД. От души кричал. Потому как сталинская власть дала ему и сотням других обычных людей то, о чем при царе они и помыслить не могли. Младший политрук это уже офицер. А его отец, дед Петя, и помыслить не мог, что когда-нибудь может стать офицером, несмотря на два Георгиевских креста. То есть мотивация младшего политрука Скрипина была железная. И за родину, и за Сталина, и за себя, и за свой род. Так что страна была за своего гражданина. Но и гражданин отвечал взаимностью. Это, конечно, режиссура. Но она совершенно совпадала с настроением людей. Все дети младшего политрука Скрипина получили бесплатно высшее образование. О чем его отец тоже помыслить не мог. Они тоже были любимы своей страной. С оговорками, присущими своему времени. Но любимы. А про что мотивация наших солдат на Украине? Выгнали бандеровцев из Херсона. И что? Там теперь какая власть? Сменили Коломойского на Аврамовича? Проще вопрос. За спинами российских солдат какое теперь государство? Супер капиталистическое? Если уж войска России пришли с оружием на чужую территорию. Да, да. Теперь и пока чужую. Неужели непонятно было, что за собой нужно оставить комендатуру с ясными инструкциями. Что можно, что нужно, а что нельзя. Какие инструкции можно дать комендатуре, если мы 20 лет сами не можем выдавить из президента какое общество мы строим? Есть в этом действие и то, что меня лично радует. Вот это картинка, как наши войска идут на Украину по небольшому поселку в Орловской области. Смотрите, их встречают местные жители уже никакими не официальными триколорами, а красными знаменами. И запаслись же и шоколадками. Вадим! Давай быстрее. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Девчонки, шоколадку. Подогнали. Солдату. Солдаты тоже запаслись красными знаменами. Тоже наверняка без согласования с начальством. И получается, отечество славлю, которое есть, но трижды которое будет. Получается, наши солдаты воюют там за надежду добыть после победы человеческую жизнь. Не глядя ни на какое начальство, как их прадеды воевали в 1812 году в надежде на отмену крепостного права. Надежда оказалась тщетной. Я ничего не утверждаю, я просто пытаюсь понять наших парней там, на Украине. Может быть с вашей помощью. Увидимся.